Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня выполняю свое обещание показать вам карандаши акварельные от марки Ашан. Я их показывала в своих покупках, обещала сделать выкраску, поподробнее рассказать о данных карандашах. Производство данных карандашей страна-изготовитель Китай, состав дерева, 12 штук и, как я поняла, импортер это Россия Ашан и Монако, что-то такое. Вообще, марка Ашан – это французская марка. Вообще, канцелярия данного производителя мне нравится. Она славится своим хорошим качеством у них. И точилка хорошая, и клей-карандаш отличный. Карандаши у них я пробовала абсолютно разные. Все они очень-очень достойные и бюджетные. Вот эта коробочка акварельных карандашей стоила 125 рублей. Я единственное все ждала, вдруг у них появятся какие-то большие наборы, но, к сожалению, так и не появились. А это очень даже печально. Карандаши выглядели, выглядели точнее вот так. Они по дизайну похожи на карандаши акварельные Лира Рембрандт, только те чуть более такие толстые. И в наборе давалась кисточка. Ну, кисточка, конечно, не самая лучшая, но я могу сказать, что гораздо лучше, чем давалась кисточка к акварельным карандашам Лира Асилиса. Они стоят по 800 рублей, иногда подороже за пачку, поэтому, я думаю, вы понимаете. Что касается, как они затачиваются, в принципе, они затачиваются неплохо нормальной точилкой, но, как и во всех акварельных карандашах, самая большая беда – это розовый карандаш. Уж я не знаю, почему так происходит, но именно розовый карандаш, вот среди акварельных карандашей, это просто вот какая-то напасть везде. Что Лира, что вот Ашан, что еще какие-то, в общем, ломаются. То есть, вот он такой короткий, не из-за того, что я им так часто пользуюсь, да, а из-за того, что он просто за несколько раз, за несколько заточек, вот, превратился вот в такой вот огрызок. У меня, кстати, есть еще один такой набор в запасах. Очень хорошие карандаши. Я приготовила выкраску. Ну, конечно, мои любимые карандаши – это Лира Асилис, но могу сказать, что Лира – это немецкая марка, и первый раз я покупала их в буквоеде. Я не помню, страна-изготовитель какая была, но второй раз я купила в том же самом магазине карандаши, они даже стоили чуть подороже, но абсолютно те же. И когда я их принесла домой, я обнаружила, что там другие оттенки. Страна-изготовитель Китай, они более жесткие, потому что первые карандаши ими рисовала, было ощущение, когда проводишь рукой, как будто там, не знаю, ну, как воск даже какой-то, они прям такие вот были жирные-жирные. А вторые уже отличались. Короче, вот сделала так по простому выкраску. Можно видеть, что все оттенки яркие, насыщенные. И даже вот желтый, который очень, да, частенько бывает так, что неяркий. Вот если я буду совсем не нажимать, и то видно, да, что ярко. Если уж я там приложу усилие, то это будет вообще очень-очень ярко. Вот, давайте еще, ну, например, оранжевый попробуем. Вот, просто линию проведем. Опять же, такие яркие, хорошие карандаши. Насчет смешивания. Ну, я не художник, далека от этого, поэтому руки у меня все-таки не из того места растут. Я не берусь утверждать, но если сравнивать, конечно, с карандашами Лира, то Лира смешиваются определенно лучше, чем эти. Насчет размывания. Ну, давайте попробуем, например. Вот у меня есть кисточка с Алиэкспресс. Такая. Сейчас. Вот, давайте попробуем размыть. Ну что, вроде размываются, все нормально. Но я никогда акварельные карандаши не размываю. Я их люблю за их, просто за их яркость, наверное. Я просто еще вот этой кисточкой и не пользовалась, поэтому навыков у меня нет. Вот, смотрите, очень такие оттенки. Действительно, акварель. Наверное, нужно было просто взять какую-нибудь обычную кисточку с водой. Ну что, вот они даже как-то, видите, размываются и между собой. Давайте вот так вот. Да нет, вроде все в порядке. Нормальное качество. Вот здесь можно попробовать, как будет смешиваться. То есть я довольна. Я как бы вот Лира Асили спробовала тоже как-то размывать. Ну, в общем, все примерно так же. Так что хорошие, достойные карандаши. Единственное, хотелось бы, повторюсь, чтобы было побольше оттенков. Я бы с удовольствием их приобретала. Поэтому смело можно покупать хорошие, достойные карандаши. Вообще, если вам нужна именно недорогая канцелярия, недорогие карандаши, то присмотритесь вот к этой марке. И еще у них шикарная точилка. Я показывала в своих покупках. Показывала еще Екатерина Путякова. Там три отверстия для таких стандартных карандашей. И для карандашей потолще, типа Лира Рембрандт. И более толстых карандашей, таких как Ханур Мэджик. То есть таких толстых карандашей. Поэтому все очень даже достойно. Так, сейчас пыталась найти в раскрасках какой-нибудь пример. Потому что раскрашивала я довольно-таки много. Этими карандашами. Но вот первое, что мне попалось, по-моему, это вот эта картинка, которую я не доделала. Ну, в общем, видно, что оттенки довольно-таки яркие. В этой вот раскраске Джоанна Бессер, по-моему, мне кажется, что я больше ничего ими не раскрашивала. Сейчас вроде бы еще попробую одну посмотреть раскраску. Долго я сейчас в своих раскрасках искала, где же я ими раскрашивала. Нашла в итоге вот эту картинку. Надо сказать, что это хороший показатель. Что я не смогла отличить более дешевые карандаши от более дорогих. В общем, здесь я раскрашивала только вот этими карандашами. И можно видеть, что оттенки яркие. Такие насыщенные. Вот так, что отличное приобретение. Могу рекомендовать. Потому что в том году в Ашане я подобных карандашей у нас на Марьиной Роще и на Лизанском проспекте не видела. Но покупала обычные карандаши. И они тоже были очень яркие, очень такие хорошие. Так что достойная марка. В общем, если видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока!